Приветствую вас и в первую очередь давайте расскажем так. Вы говорите, что у вас одиночество. Одиночество это вынужденное состояние человека, когда он находится в изоляции по отношению к определенной категории людей. Вы одиночка, потому что вынуждены оказались в ситуации, когда рядом с вами нет любимого человека. Ситуация вполне ясна, но для того, чтобы избавиться от данной проблемы, для того, чтобы забыть молодого человека, нужно понять, что то-то с вами произошло, есть хорошо. Во-первых, если вы расстались, значит, у вас не было будущего, и это означает, что чем дольше вы бы были вместе, тем больше страданий он бы вам принес, потому что, ну, если люди расстались, значит, им все равно было расстаться. Люди, у которых есть взаимные чувства и взаимная тяга к друг другу, они никогда не расстанутся, я надеюсь, вы это понимаете. И таким образом получается так, что молодой человек от вас ушел. Ну, или вы ушли, неважно, но в любом случае вы о нем до сих пор переживаете. И вот момент заключается в следующем. Раз вы своего молодого человека любите, значит, вы хотите ему счастливее. Подумайте, когда он от вас случился, он стал счастливее, в любом случае это был его выбор. И если вы человека любите, значит, уважаете его выбор, принимаете его выбор, просто потому что любите его и желаете ему счастье. Если он так поступил, значит, ему так лучше. По его мнению, вам опять этот выбор принять. Если бы вы любили человека безусловной любовью, то есть той самой чистой и сильной любовью, то вы бы приняли его и позволили бы ему жить дальше, а сами жили бы в гармонии с тобой молодым человеком счастливым. Но тем не менее, на практике оказалось так, что вы не можете забыть молодого человека и мучаетесь, называя свое положение одиночеством, то есть вынужденным в состоянии изоляции. То есть получается, что вы что-то потеряли, когда молодой человек ушел. Вы почти никакой информации о себе не даете, но справедливо задать вам вопрос. А каких именно благ, каких именно желаний, каких именно потребностей вы лишили с уходом молодого человека от вас? Что вы потеряли? Как именно по вам это ударило? Боитесь ли вы сейчас, что не встретите больше никого? Боитесь ли вы сейчас, что вы больше никогда не полюбите? А опасаетесь ли вы, что вы недостаточно привлекательны, недостаточно красивы и так далее, и так далее, и так далее? Если все это есть, то нужно работать над своей уверенностью в себе. Если все это есть, то нужно самостоятельно добиваться своих стремлений и желаний, чтобы быть независимой от молодого человека. То, как мы переживаем, это говорит о том, насколько сильно вы в нем нуждались. И нуждались в нем далеко не как любимый человек, который стремится другого любимого человека сделать счастливым и обычным. А вы не стали в нем сами для себя. То есть через него вы хотели удовлетворить какие-то свои желания и попредственности, в результате чего вы сейчас переживаете не что иное, как фрустрацию. То есть вы чего-то хотите, но достичь этого не можете. Почему не можете? Потому что привычный способ достижения ваших желаний и потребностей был именно молодой человек. А сейчас его нет. И вы не имеете других средств для достижения своих желаний. А давайте сбросим в себя, какие это желания. И подумаем, как удовлетворить их напрямую, без посредников, чтобы не быть зависимым от мужчины и вообще от людей. Чтобы быть независимым, чтобы самостоятельно себя всем обеспечивать, чтобы выбирать своих молодых людей и быть с ними не в результате нужды в них, не в результате удовлетворения своих желаний, а просто благодаря акту свободной воли. Просто потому, что вам хочется какого-то человека делать счастливым. И вот тогда и ваше одиночество уйдет. И забывать молодого человека вам не придется, потому что он часть вашей жизни. Вам нужно просто помнить все то самое лучшее, что у вас было. Помнить это и сделать источником своего позитива. А то негативное, что было в вашей жизни, воспринимать как опыт. И этот опыт взять себе на вооружение, чтобы больше таких ошибок не делать. Чтобы больше таких поступков, которые привели к тому, где вы сейчас оказались, именно с вашей стороны не совершат. И это называется рост. Это называется развитие, которое без боли, к сожалению, невозможно. Я думаю, именно так можно ответить на ваши вопросы. Ага, для того, чтобы дать более конкретные рекомендации, нужно для начала разобрать причину, по которой вы расстались. То есть, возможно, вы не смогли, или не можете, или не смогли проговорить то, что у вас сейчас происходит. То есть, именно проговорить, выразить все. Вам это нужно делать. Оформить, придать реальные очертания тому, что вы чувствуете, чтобы вы ощутили сами, что есть суть ваших переживаний. А дальше, дальше уже разбирать причину вашего расставания, извлекать из нее правильные выводы, понимать, в чем вы зависимы, в чем вы не уверены в себе, и в этих направлениях работ. Потому что отношения, это не инвестиции, отношения, это не стопроцентная гарантия того, что у вас все будет хорошо. И когда это происходит, относиться к этому нужно достаточно спокойно. Но понимать, что у вас это произошло, значит, какие-то ваши поступки на это повлияли с вашей стороны. А молодой человек делает что-то с его стороны, что было так же разрушительно для ваших отношений. Но поскольку вы, молодого человека, изменить не в силах, то все, что вам нужно сделать, это изменить свои поступки, свое поведение, чтобы больше так не поступать. Если вы в чем-то в себе не уверены или смениваетесь, нужно с этим тоже работать. И ставить себе определенные цели в тех аспектах, в которых вы не уверены, добиваясь успеха, вы будете от неуверенности избавляться. И тогда, как ни странно, одиночество перестанет быть мыслями. Вам понравится. Вам понравится быть наедине с собой, тогда это приобретет форму уединения. То есть, добровольная изоляция от людей. Не нуждаемый стремит. Самодостаточность. А сперва давайте подумаем, что мешает вам быть самодостаточным человеком. И ответим на этот вопрос сами себе. Вот и все. Вы можете как действовать по обнаженным направлениям самостоятельно, так и с помощью психолога, любого, которого вы можете выбрать хотя бы на нашем ресурсе. А на этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если какие-то вопросы дополнительные остались, обращайтесь в личку. Помогу вам. Всего доброго. До свидания.